Мы находимся возле здания Первого Русского Театра на Кавказе. Да, именно так. Это не Тифлис, не Баку, не Краснодар, не Владикавказ, а именно Ставрополь стал местом Первого Русскоязычного Театра на всем Кавказе. Это здание было построено купцом Иваном Ганиловским в 1845 году. И с тех пор долгое время труппа Ставропольского Театра квартировала именно здесь. Здесь ставились самые разные спектакли, но говорилось, что если этот спектакль получил признание у Ставропольской публики, то его ждет успех по всей стране. Почему, спросите вы? Потому что Ставропольская публика – это особенная публика. Удаленность от столицы, потомки декабристов. Вольнодумское общество создавалось в городе, очень требовательное к содержанию спектакля. И если пьеса и ее постановку удавались здесь, то они могли иметь успех по всей стране. После революции 1917 года здание было национализировано. Здесь располагался дом Красной Армии. Сейчас по наследству располагается дом офицеров Ставропольского гарнизона. Но душа Старого Театра в нем присутствует и все время рвется на другие площадки. Мы находимся с вами на балконе. Спустя 170 лет сцена Старого Театра переносится сюда по большим и малым праздникам. Здесь все время устраиваются концерты. А кого помнит эта сцена? Да хотя бы Федора Шаляпина, который в конце 19 века дал здесь не совсем стандартный концерт, который описал в своих воспоминаниях. Но это уже совсем другая история.